Жизнь не стоит на месте. И здесь онкологи со всей страны, себя они называют клубом небезразличных, обсуждают острые вопросы. На этот раз в списке новые, актуальные и даже горячие темы. В том числе, современное лечение наиболее распространенных онкологических заболеваний, таких как рак легкого, молочный, предстательность желез, опухоли головы и шеи. Новые методики должны внедряться на местах, чему и способствует форум. Обмен опытом – лучший способ развития, уверены медики. Важна в онкологии и ранняя диагностика. Не секрет, что эффективность лечения напрямую зависит от возможностей выявить заболевания на первой, второй, а желательно на предраковых стадиях. От этого зависит и средняя продолжительность жизни населения страны. Ведь рак уже много лет является второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности. От того, насколько эффективно работают онкологические учреждения России, насколько поставлена служба, в первую очередь служба ранней диагностики. Причем она включает не только онкологические учреждения, но и первичное звено. То есть поликлиники и врачи общей практики. Соответственно, от того, насколько хорошо построено взаимодействие, зависит насколько у нас преемственность онкологической цепочки и эффективность лечения в целом. Участие в форуме руководителей лечебно-профилактических учреждений онкологического профиля принимают и сочинские специалисты. С их работой готовы ознакомиться коллеги из других регионов страны. На самом деле у вас достаточно хорошо оснащенный современный диспансер. Главный врач диспансера доктор Дегтярев регулярно участвует в наших форумах. Специально не смотрел статистику по городу Сочи, но готов посмотреть. Наверное, я смогу уже более адресно, более четко сказать те данные или привести те цифры, которые действительно позволят сказать, что в городе Сочи, который развивается на глазах всей страны и на сегодняшний день является самой крупной агломерацией в Европе. Функционирует еще и активный диспансер, который не уступает другим онкологическим учреждениям России в плане уровня и качества оказания медицинской помощи.